господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 511 события дня евангелие от марка 1226 а мертвых что они воскреснут разве не считали за 6 мая 2017 года но тут день победы мы свои слова тут поем еще раз показать где как вот она просто увидеть слова некоторые желают узнать сергей игнатов христос воскресе воистину воскресе наконец мною получена частица души божьего человека трехтомник нового завета с толкованием святых отцов и комментариями книги к истинному православию и для слова божия нет уз кроме того вырезка из газеты свет октября 31 мая 2005 года с названием статьи не погаснут огни потеряевки от 25 лет ее восстановления вашей православной общины а также два журнала душа редактором которой является дьякон олег крышков хвала иисусу христу который призрел мою душу желая ее спасения и вразумление моих близких слава богу за все и дай мне боже страх твой как начало мудрости чтобы ничем тебя не огорчать и не остаться никому должен каковым я сегодня есть донис пошлет господь благодать святого духа на раба своего нашего старшего брата во христе игнатия тихоныча лапкина через которого просвещаемся словом божьим аминь христос воскрес дорогой агнат тихоныч низко кланяюсь твоим ногам потому что будущее недостойным рабом божьим удостоился иметь твои бога дух новинной книги в долгу долго не останусь высылаю фотографии книг и еще в нагрузку нагрузку в кавычках спаси христос ну вот больше так старался ничего не не брать и вот теперь показать нужно что как он получил книги вот несколько фотографий 3 он послал больше вот я тут не знаю один у меня там все так сделано просто очень неудобно вот мне надо тут увеличить эти как для слова божия туз в комнатах как из трехтомник так это я уже тут перевожу тоже теперь книги держи там у него книги какие важны мы наши книги ваша все в руки взял понятно но дальше я не понял что такое не написано очевидно там где-то живут что-то такое рядом это очевидно его сын держит книги и книги поставлены там изображение святителя ну комната православного христианина вот как видите как поставлено книгам то есть в разных вариациях ну тут вообще уже составлен над книгами и стоят и вверху даже посылка как пришла ну тут вообще вот это огни потеряемки не погаснут за наша газета и и поставили решил сыном не просто там журнал душа видать это решила раз одним сыном сделать это ну похоже все показал на этом все тогда сейчас мне тут устанавливать опять надо просто так все как установить и как чтобы было видно это мне непросто сейчас нужно все это поставить так теперь здесь закрыть вот теперь у меня показать нужно ресурсы какие у нас а ресурсы у нас очень большие это первая часть мой мир мой мир вот видите я тут шапки на это если выходить страничку то можно будет написать что а это вот православный форум наш как выглядит вот здесь внизу новое сообщение написано вот прям под храмом на них нажать и на первую страницу когда будете заходить а потом общий поиск нажать и рамочками за заряжайся 1600 тем тут еще развернуться а вот это наш православный видеоканал очень богатый очень богатый наши притом ни одного ролика чужого тут нету все свои 7085 роликов мы посещаемостью 6 миллионов двести двадцать три тысячи подписчиков 6 тысяч восемьсот шестьдесят четыре маленькие люди приходят видят и большое православный библейский сайт вот он как выглядит и тут справа 4124 ответа по темам вот это я считаю самым ценным и всего что есть здесь заложен опыт всей жизни что здесь есть но сейчас мы добавляю я к этому из темы священства заканчивается эта тема вот вопрос 3978 28 том открытым оком современные беспоповцы ищут ли для себя священство или незыблемо остаются в расколе ответ редко но встречаются заметки маленькие подвижки кавычки открыты ваше преосвященство преосвященнейший владыка даниил с троекратным землекасательным поклоном к вам и спрашиваю от вас благословения святых молитв перед богом единоверцы урала наша община старобрядцев беспоповцев часовенного согласия в количестве более двухсот человек приняла православие в 1995 году с большим вниманием и терпением мы наблюдаем за переговорами русской православной и русской зарубежной церкви в ожидании соединения двух ветвей некогда одной церкви как сказано в писании все что добро или что красно на ежи жить и братьи в купе во всем бы господь обеща живот вечный антифона восьмого гласа единоверцы всей россии молятся о том чтобы господь объединил их под епископским мамофором а также просят бога чтобы господь помог совершить дело объединения церквей сами некогда пережив состояние отрешенности от церкви будучи старобрядцами беспоповцами скорбим и разделение наших церквей для нас необычайно важен ваш духовный опыт в руководстве единоверческой паства он мог бы стать началом и фундаментом объединения единоверческих приходов россии нас очень насторожило ваше обращение к пастве православной церкви за границей и смутило его политизированную направленность строки обращения несут в себе все прощающие христианской любви а уклоняются в политический торг разве могут стать выше церковного единства какие-либо политические выгоды в свое время старобрядцы были гонимы и бесправны в своем отечестве и все это нам пришлось оставить позади ради мира и единства с православной церковью хотя был соблазн вспомнить старое и вступить в компромиссные переговоры тяжело, но необходимо было забыть притеснения и обиды наших предков и ради спасения душ многих старобрядцев Господь сподобил по великой своей милости вернуться в луно матери церкви и восстановить единство с ней а мы так все надеялись в тайне, что живет где-то в ограде Ильи единоверческий архиепископ и будет у нас одноверство в России свой епископ для духовного совета окормления мы будем молиться и дальше одарование мира церквам чтобы Господь выращивал все нестроения и хранить надежду на объединение не только русской и зарубежной церкви но и всех единоверцев простите, если что не так единоверство Урала и Ирея Леонтий с прихожанами далее я даю как бы эпиграф всего этого 2 Езры 5.40 и сказал им Ниемя, чтобы они не участвовали в святынях доколе не восстанет первый священник, облеченный в Урим и Тумим Иоанна 6.53 Иисус же сказал им истинно, истинно говорю вам если не будете есть в плоти Сына Человеческого и пить крови Его то не будете иметь в себе жизни вот когда начинает каждый день причащаться я говорю, какое малого действия только как будто кончается какая-то энергия у людей ну почему? а ищет в этом лекарства откуда взяли это? князь Владимир, когда крестил всегда было 4 раза в год 4 раза по постам люди готовились а сегодня кладбище наполняют причастники многие больные немало умирают из-за того, что причащаются недостойно а к достойному причащению никого не готовит никто то есть смерть смерть широкими черными крыльями накрывает причащающихся многие больные из больниц не вылазят вот эти слова совершенно не берут во внимание болеют и умирают стихотворение к еврейской теме вышел не случайно карпел над ней, смирялся по крупицам известное одно с другим свечаю а тайней той не уставал молиться и высветились до конца времен страдания еврейства их судьбина бесчетно раз разбит народ пленен но выживал как мамонтовы бивни избранием кищаться и поныне что иегова приоткрылся им в тысячелетие бог изредка поднимет и возрождался вновь но мы не избранные как отбросы гои сподобились уверовать в христа ему последовать в князья из дикой голи чтобы воскресенье навек пред ним предстать да не забудем к нам через евреев достиг глагол избранников пророков мы им обязаны то отрицать не смеем и благодарность к тем погасит ропот сегодняшних евреев не сравнить они жестоковы не вчерашних их били жгли, пускали на распыл но то рэх, то коммунизм гулаг их трахал владыка неба, сжалься и помилуй остаток ненависти, выжги и упрямства друг друга гнали, резали и били любовью осени, чтоб злобе не захряснуть 5 мая 2008 года интересно, как считаю как раз и те числа и попадают так же май удивительно даже еще возьмем вопрос вопрос 4 039 30 том открытым оком что известно о катакомбных епископах в России остались после них какие-то их письма, наставления ответ осталось но известно далеко не все кое-кто так и не решился опубликовать сразу и только теперь по частям появляются подобные письма их эти 8 писем епископа катакомбной церкви хранились в Петрограде в катакомбной общине отца Михаила Рождественского отпечатаны они на пишущей машинке и переплетены в отдельную книгу первое упоминание о них в печати и публикация появилась в 1992 году в номере 14 журнала «Русский пастырь» издаваемого русской зарубежной церковью тогда было опубликовано письмо второе в дальнейшем была предпринята их публикация в газете «Русское православие» в 1996 году и полностью они опубликованы в журнале «Вестник истинно православной церкви» в номерах за 1996-1998 годы издаваемого в Симферопольской епархии РПЦЗ об авторе писем – епископы а, никаких сведений не сохранилось но из текста писем видно, что он был епархиальным архиереем еще в 1925 году и принадлежал к числу образованнейшей и строго церковной части российского епископата неизвестно также точное время переписки очевидно, данные письма неоднократно перепечатывались и распространялись среди катакомбных христиан для назидания и укрепления в вере реалии того времени были таковы что ни имя автора писем, ни имя адресата называть было нельзя по некоторым событиям, упоминаемым в тексте можно предположить, что письма написаны в конце 1940-х годов скорее всего в 1947-1952 годах кавычки открыты милость Божия будет с тобой, сын мой я только что хотел излагать тебе свои объяснения о некоторых современных событиях в церкви Христовой и вот получил еще от тебя письмо ты опять умоляешь меня подробно тебе растолковать есть ли церковная правда в так называемой московской патриархии можно ли ее признать русской православной церковью можно ли считать и почитать так называемого патриарха московской руси Алексея, духовным вождем русского православного народа и согласно с правилом 34-м святых апостолов главой русской православной церкви сын мой, исполнение этой твоей просьбы очень чревато многими печалями за слово «правда» о московской патриархии уже очень многие пострадали епископы и пастыри, не признающие за московской патриархией церковно-каноническое учреждение как правило на свободе не находятся а пребывают в заточениях, в горьких работах в местах отдаленных на всех высказывающихся против московской патриархии обречающих ее деятелей воздвигнуто жестокое гонение сейчас для нас православных слова закона «свобода вероисповедания» можно понимать только как свободу словословия московской патриархии патриарху Алексию и его сподвижникам а слово, сказанное против патриархии и патриарха почитается преступлением если бы ты знал, сколько ныне страдающих только за то, что их религиозному сознанию невозможно признать московскую патриархию воплощением православия на Руси вот и я объясняю тебе правду церковную рискую весьма скоро попасть в сон этих страдальцев ты пишешь, что не слышно в последнее время о новых ересях и о новых гонениях на церках Христову это утверждение для церковного рассуждения нужно считать самым вредным и опаснейшим лукавнейшее, хитрейшее, ожесточеннейшее воинствование сатаны против церкви не прекращалось со времен ее основания если ты обратишься к апокалипсису ты узнаешь, что борьба дьявола с церковью в последние времена должна не уменьшаться а усиливаться до самой крайней жестокой степени враг непрестанно с усиливающейся яростью воюет против церкви Христовой ереси и беззаконное сборище собранное врагом под видом церкви разумеется, не испытывает таких искушений какие испытывает церковь особенно благополучная ныне так называемая Московская Патриархия лет 15 тому назад, когда сверепело обновленчество еще существовала на русской земле некоторая терпимость разномыслия в вопросах веры все непризнающие обновленчество могли осуждать его и иметь своих пастырей теперь даже эта видимость религиозной терпимости отнята попробуй открыто выступить теперь с обречениями так называемой Московской Патриархии попробуй достать разрешение на открытие церковной общины не признающей так называемого Патриарха Алексея это будет великим гражданским преступлением и подавляется оно нещадно и, увы, нужно признать, что таковая нетерпимость увеличивается, прогрессирует ты пишешь мне о Московской Патриархии так ведь это какая-то полуистина и может ли эта полуистина называться управлением Русской Православной Церкви и является руководительностью духовно-нравственной жизни православных христиан русских отвечу прямо искренно и ясно полуистина никогда не может быть истиной церковь никогда не может содержать полуистину но здесь даже не полуистина а чистая ложь врага или, вернее, хитрая подделка им истины утверждение, которое основано на отсутствии у нас вкуса к истине еще отвечу тебе прямо искренним патриарх Московской всей Руси Алексей не может быть признан каноническим то есть законно избранным и поставленным патриархом русской церкви ты пишешь, что оспариваешь каноничность избрания патриарха затруднительно оспаривать, так как его избрал собор русской православной церкви и на этом соборе присутствовали два восточных патриарха и представители от других дорогой мой в последнее время на русской православной земле появилось много всевозможных раскольников или откольников и все они в свое оправдание приводят каноны не так давно предавали, как один батюшка из служащих в московской патриархии воскликнул хотя мы и погрешаем, но каноны с нами если это сказано по наивности, то можно сказать пожалеть только этого батюшка какие каноны с ними? с ними ли каноны о преемственности высшей церковной власти? с ними ли каноны о неподчинении епископов в делах церковных безбожникам тем более воинствующим против церкви и так далее? кто из современных раскольников не оправдывал свою деятельность канонами? почитай любые послания обновленцев, григорианцев и других отступников все они богато украшены канонами митрополит Сергий тоже в свое оправдание упоминал каноны у всех согрешающих против церкви есть желание не подчиниться канонам не подчиняться, а подгонять их в оправдание своих неправд и часто так бывает, что даже не богослов видит как в посланиях отступников каноны свидетельствуют против них вот например митрополит Сергий в одном из своих посланий приводит восьмое правило святого Григория Некисарийского христиане, предстающие к варварам вместе с ними нападающие на христиан не принимается в число кающихся, слушающих впредь до особого о них соборного рассуждения не может ли с успехом это правило применено быть к митрополиту Сергию и к московской патриархии то же самое можно сказать и о других употребляемых митрополитом Сергием канонах например, правилах святых апостолов в 41-м, 34-м двукратного собора 13, 14, 15-е все они с успехом могут быть употреблены против употребляющих их вспомни хотя бы известную тебе историю отношений митрополитом Сергием и законными местоблюдействителями патриаршем, митрополитом Петром и Кириллом и они удостоились от митрополита Сергия суда по канонам дорогой мой сын мне очень горько, что состоявшийся в Москве в 1945 году так называемый собор русско-православной церкви с участием восточных патриархов имеет в твоем представлении какую-то церковную ценность кто составлял этот собор в кавычках? кто избирал членов этого собора? действительно ли православные епископы были членами этого? действительно ли, как утверждают за правила этого собора там присутствовал весь православный епископат русской церкви? этого пьющая ложь ни одного православного епископа воистину любящего церковь и жизнь за нее полагающего на этом беззаконном соборе не было ты скажешь, что на этом соборе было свыше 40 архиереев и 126 представителей от Криера и Мирян но расследуй внимательно откуда взялись эти архиереи, представители от Мирян-то? и тогда ответь мне, можно ли их считать членами православного русского поместного собора? чтобы видеть действительные цели собора 1945 года надо хотя бы немного вспомнить историю нашей церкви за революционный период в первые годы революции враги церкви поражали нас огнем и мечом потом они поняли, что эти средства недействительны и решили взорвать церковь изнутри им нужна была такая церковь, в которой епископат был бы во всем послушен власти и исполнял бы раболепно только ее приказания при таком епископате с церковью можно было бы делать что угодно для создания такой церкви было обманным путем организовано обновленчество с высшим церковным управлением и епископатом беспринципно лакействующим перед властями если ты помнишь историю искусственного обновленчества от которого так много пострадала церковь русская то ты должен знать, что в 1922 году в Москве происходил тоже так называемый собор русской православной церкви в котором участвовало около 60-70 старых русских архиереев в том числе и митрополит Сергий на этом соборе, ты знаешь, были учринены великие беззакония была утверждена каноничность обновленчества и был осужден и лишен сана и монашество великий страдали за церковь Христова святейший патриарх Тихон раскрывший ложь обновленчества тогда восточные патриархи тоже прислали этому беззаконному собору свои приветствия потом этот собор, в кавычках, никем не был признан и многие из архиереев горько оплакивали свое участие в нем все русские люди увидели, что собор этот был русским позором за наши грехи и маловерие что это было грубо надругательство над святой церковью учиненное врагами ее одна память о соборе 1922 года должна дать глубокое раздумие при оценке собора 1945 года вообще при рассуждении о новых соборах церковных хорошо также вспомнить суждения о них глубоко православного русского богослова бывали соборы еретические, пишет каковы, например, те, на которых составлен был полуарианский символ на которых подписавшийся епископов насчитывалось вдвое больше, чем на Никейском соборе на которых императоры принимали ересь патриархи провозглашали ересь папу подчинялись ереси почему же отвергнут эти соборы, не представляющие никаких наружных отличий от соборов вселенских? потому единственное, что их решения не были признаны за голос церкви всем церковным народам тем народам в той среде, где в вопросах веры нет различия между ученым и невеждой церковником и мирянином, мужчиной и женщиной, государем и подданным, рабовладельцем и рабом где, когда это нужно по усмотрению Божьему, отрок получает дар ведения младенцу дается слово премудрости ересь ученого-епископа опровергается безграмотным пастухом дабы все было едино в свободном единстве живой веры которая и есть проявление Духа Божьего Хомяков том 2, страница 71, издание 3 после того, как русский православный народ отверг обновленчество врагами церкви с теми же целями было организовано так называемое григорианство но его постигла та же участь, что и обновленчество враги стали хитрее непреклонный митрополит Петр, ставший мезоблюстителем патриаршего престола после смерти патриарха Тихона, был убран и потом уничтожен с подателем митрополитом Сергием властями был заключен договор согласно которому ему разрешалось управлять церковью но вместо слова управлять, справедливым было поставить слово разрушать действительно, с 1927 года по 1941 предвоенной громадное большинство церквей было разрушено все правдивое духовенство было выслано или скрывалось весь честный, имеющий непреложную веру русский епископат был частью замущен, частью заточен на свободе от русского епископата осталось 5-6 человек особенно лакействующих перед властями таковы были плоды управления митрополита Сергия русской церкви управления, нужно сказать, совершенно канонически необоснованного митрополит Казанский Кирилл Смирнов назначен в завещании святейшего патриарха Тихона первым местоблюстителем открыто назывался в своих письмах митрополита Сергия узурпатором церковной власти за период управления церковного митрополита Сергия от него отошел весь славный веры и доброй совестью православный епископат святители русской православной церкви не восхотели от кратковременной сладости и греха от благополучия митрополита Сергия, а шли все на великую Голгофу некоторые из них даже отлучили митрополита Сергия от церкви но отлученный ни от кого суда над собой признать не хотел начав свое управление церковью с признания безбожных радостей церковными радостями начал с благочестивого желания отдать кесарево кесарю митрополит Сергий кончил тем, что отдал кесарево не только кесарево, но и божье в конце этого управления митрополит Сергий произвольно сам себя перевел из заместителей местоблюстителя в местоблюстителя а потом и во всероссийского патриарха ты помнишь, вероятно, как это происходило? осенью 1943 года советскими газетами было широко объявлено разрешение вернее приказание правительству митрополиту Сергию срочно собрать поместный собор русской православной церкви и выбрать патриарха всея Руси задача была затруднительна весь истинно православный епископат, который должен был составить собор русской православной церкви был в лагерях и в тюрьмах у митрополита Сергия не было никого под рукой, кроме пяти шести вышеупомянутых архиереев бегущих за колесницей и еще приблизительно такого же количества архиереев на Хератонистанных им в 1942-43 годах по указаниям государственных органов но заставили собрать собор митрополит Сергий не орабел через два дня после разрешения на собор мы считали в газетах что собор по местной русской православной церкви уже состоялся и на нем в течение какого-либо часа времени был избран патриархом московским и всея Руси митрополит Сергий Строгородский на этом соборе было 19 епископов то есть весь наличный епископат находившийся в подчинении митрополиту Сергию и обретенный им за самое последнее время такого жалкого собрания, именуемого собором церкви еще не видели русские люди если обновленцы старались подкрепить свое искусственное знание церковными канонами конечно толкуя их так, каким хотелось то митрополит Сергий при устройстве собора 1943 года вольно и невольно вообще не нашел нужным считаться с каноническими правилами также и с душой русского православного народа между прочим, в 1944 году в журнале издаваемом при Московской Патриархии была напечатана курьезнейшая статья об этом соборе автор этой статьи Г. Георгиевский сетовал, что заграничные церковно-православные круги не признают собора Русской Церкви 1943 года тогда как этот собор у нас признается и неправославными, и инославными организациями лучшую характеристику этому собору трудно придумать теперь рассмотрим, кто же были члены собора 1945 года в отчетах об этом сказано было что там участвовало свыше 40 епископов и 126 представителей от клира и мирян от сентября 1943 года до января 1945 года прошло так мало времени потому непонятно, откуда также взялись вместо 19 епископов 41 в этом отношении наше любопытство удовлетворяет журнал Московской Патриархии за 1944 год просмотрев его мы видим, что 19 епископов, существовавших в 1943 году родили в спешном порядке в 1944 году остальные бывшие членами собора 1945 года что эти поспешные хиротонии производились в подавляющем большинстве над протоиереями обновленцами в конце 1943 года и в начале 1944 года по мгновению волшебной палочки все обновленцы сразу и вдруг покаялись перед митрополитом Сергием покаяние было упрощенное без наложения каких-либо взысканий напричинивших столько зла Святой Церкви а через самое короткое время кающиеся обновленцы в кавычках получили высокое достоинство места и чины вопреки канонам церковным и положению о приеме обновленствующих от 1925 года уместно здесь напомнить слово Святого Киприяна Карфагенского в письме к Папу Стефану о соборе пишет он пресвитеров и диаконов которые или были врукоположены сначала в Кафолической Церкви впоследствии времени сделали с изменниками и возмутителями против Церкви или же юридиков, лжиепископами и антихристами вопреки расположению Христову несчастливым рукоположением поставлены и наперекор единому и божественному алтарю старались приносить на стороне ложные святотатственные жертвы что и их, когда обращаются надо было принимать под тем условием чтобы они допускались к общению как простые миряне довольны с них и того, что бывшие врагами мира они приемлют мир но никак не следует оставлять при них по возвращении к нам те орудия рукоположения и чести коими они против нас воевали довольны таким людям при общении их дать одно прощение но отнюдь не следует в доме веры возвышать вероломство ибо если мы почтим тех кои отошли от нас и восстали против церкви то что же оставим у себя для добрых и невинных не отпадающих от церкви творение Киприяно-Карфагенского том 1 страница 59 таким образом в начале 1944 года паства митрополита Сергия освежилась обновленческими струями и пополнилась большим количеством обновленческих митрополитов архиепископов и епископов если к сообщениям журнала Московской Патриархии прибавить еще свидетельство неподкупных очевидцев то можно точно установить что новые епископы спешно посвященные для нового собора в кавычках в 1944 году представляют из себя обновленческих протеереев и клириков уцелевших среди ужасных гонений что все они к посвящению представлены властями и что с таким епископом можно устроить какой угодно собор и вынести на нем какие угодно антицерковные постановления как повествует журнал Московской Патриархии епископские хератонии перед собором 1945 года происходили так рекомендуемые безусловно гражданскими властями протеерей почти всегда из воссоединенных обновленцев или григорианцев сразу постригался в монашество с изменением имени и затем через 2-3 дня ставился в архиереи русской церкви что представляет великие цели монашества и смысл его для этих лиц что для них святынь и святительство если они получают ее через прямое посредство безбожников могут ли такие люди быть членами собора по местной русской церкви могут ли они избирать патриарха отца русского православного народа можно без сомнения признать что подавляющее большинство бывшего на этом соборе епископата получило епископскую власть употребив для сего мирских начальников таковых правило 30 святых апостолов извергает и отлучает со всеми с ними сообщающимися даже при условии получения хератонии от православных епископов вряд ли они могут быть действительно епископами по точному смыслу правил вселенских соборов не могут быть и называться епископами все те которые хотя и получили хератонию но получили ее по проискам и вопреки церковным правилам так например Максим Киник рукоположен был во епископа собором православных епископов но так как он достиг епископского сана незаконными происками вопреки апостольским святоотеческим правилам святой вселенский собор произнес о нем следующее постановление кавычки открыты ниже Максим был и есть епископ ниже поставленное и на какую бы то ни было степени клира и сделанное для него и соделанное им все иничтожено смотри четвертое правило второго вселенского собора возникает еще вопрос помимо большинства епископов созданных по мгновению волшебной палочки специальных соборов за 1943-44 годы из церковных отщепенцев там присутствовало несколько архиереев якобы благообразного почтенного вида пребывающих в епископстве довольно долго времени неужели они таковы как прочие сын мой верь мне верь многим страдательствам за церковь святую христову ненужных безбожникам людей на соборе не было и не могло быть ибо все мешающее им все бесстрашные говорящие о правде церковной предусмотрительно не были допущены на этот собор и о ком ты говоришь как об архиереях почтенного вида вот присутствовавший там архиепископ Филипп Ставицкий он еще в 1922 году на судебном процессе предал своего отца святейшего патриарха Тихона и публично там надругался над святыней церковной вот наявленный митрополит Николай Ярушевич о котором еще митрополит Серафим Щищагов отзывался как о самом усердном служителе революции вот еще член собора находившийся 1922 года в обновленчестве обновленческий первый иерарх архиепископ Виталий в Веденске сколько зла принес церкви и теперь призван на православный собор в качестве авторитетного иерарха вот так называемый архиепископ Алексей Сергеев получивший епископский сан по требованию властей проливший через предательство много крови лучших сынов сарковных и самим митрополитом Сергием названный епископом ада умолчим об остальных ибо невозможно о них молвить доброе слово может это сборище уполномоченное на собор только врагами церкви заменить собою православный русский собор и выбрать для русской церкви патриарха может а миряне а клир ты скажешь что еще присутствовали клиры миряне но кто их выбирал где проходили епархиальные собрания кто об этом знает никто миряне бывшие на соборе представляли себя членом церковных советов назначенных епископами настоятелями храмов или вернее рекомендованных властями быть на соборе представителями русского православного народа их никак нельзя признать притом мы знаем что согласно церковным канонам миряне и клир без епископа ничего сделать не могут 4 вселенский собор правило 8 6 вселенский собор правило 64 теперь недоуменный вопрос вызывает присутствие на таком соборе двух восточных патриархов и представителей от других по этому поводу очень уместно вспомнить какие были взаимоотношения у патриархов с обновленцами все помнят что патриархи прислали в свое время обновленцам особые грамоты о признании их каноническим управлением русской православной церкви все помнят что обновленцы эти грамоты сфотографировали и в прекрасных рамках вывесили их в своих храмах на видные места где теперь эти грамоты может быть действительно патриархи имели истинно доброе желание присутствовать при избрании настоящего патриарха русской церкви но тогда нужно признать что они были хитро обмануты уже в 1948 году восточные патриархи а также греческая церковь отказались участвовать в совещании предложенной московской патриархии а некоторые патриархов отказались от нового визита в Москву и по некоторым сведениям поняли обман чем объяснить приглашение патриархов на пресловутый собор 1945 года в страну где христианская религия считается самым бредным и темным явлением жизни несомненно в приглашении патриархов нужно видеть агитационное мероприятие показать всему миру свободу исповедания веры в СССР основная же цель такого приглашения это забота об авторитетности и внешности православности обновленческого собрания именуемого за правилами московской патриархии православным собором русской церкви 1945 года разумеется за правилами московской патриархии понимали внутри себя что они создают не собор церковный а подделку его разумеется они боялись что эта подделка будет разоблачена затем у всех на виду был конфузный скандал с так называемым собором 1943 года вот и нужны были теперь патриархи чтобы поддержать своим саном и значением здание великой лжи и обмана почему приглашены были патриархи в Москву на собор это понятно но не совсем понятно почему патриархи приняли это приглашение и приехали самое главное что нужно сказать про присутствие патриархов на соборе 1945 года это то что они были только гости и в решениях собора не участвовали они всегда могут сказать как и говорили прежде что дела русско-православной церкви трудно теперь выяснить но даже если бы восточные патриархи утвердили поставленное собором 1945 года как велика была бы ценность этого утверждения увы из истории церкви мы знаем что некоторые патриархи ради причин политических материальных и других утверждали иногда многое противоцерковное и потом осуждаемое всей церковью на престолах патриарших сияли иногда великие светильники а иногда пребывали еретики осуждаемые после собора кто скажет какие причины например побудили патриархов прислать русскому императору Петру Первому такое постановление пресветлейшему и благочестивейшему величайшему во Христе царю всея великие и малая и белая Россия государю императору Петру Алексеевичу разрешается употребление и причащение мяс во все добрые учиненные посты всего лета смотри полное собрание законов Российской империи том 5 Санкт-Петербург 1830 год номер 3020 страница 468 мы не хотим здесь умолять авторитет патриаршей сами же восточные патриархи разъяснили нам что в Церкви Христовой ни патриархи ни соборы не могли никогда ввести что-нибудь новое потому что хранители веры у нас самое тело Церкви то есть самый народ смотри послание восточных патриархов от 6 января 1848 года здесь в этом письме я имею одно лишь желание это чтобы русские люди уяснили себе беззаконность так называемого собора 1945 года эта беззаконность и антиканоничность зависит от следующих обстоятельств первое членами собора были люди подставленные безбожниками проводившими на этом соборе свои тайные антихристианские цели в подавляющем большинстве это были обновленцы второе на соборе этом совершенно отсутствовал страдающий за церковь русский православный епископат отсутствовал великий сон исповедников душу свою положившись за святую православную церковь правила первого вселенского собора 5 и 6 19 вот почему все постановления этого собора не имеют никакой церковной значимости или же имеют такую цену для нас как и поставление постановления собора обновленцев 1922 года поэтому и самое основание деяния собора 1945 года избрания патриарха московской мессиару си Алексея Симанского никакого церковно-канонического и духовно-нравственного значения не имеет прелази и ну то есть то есть через заборы лезет то и тать есть и разбойник Иоанна 10.1 все это сделано безбожниками с политическими другими темными целями ничего общего с церковными идеалами не имеющими собор этот а также избрание на нем патриарха всем православным христианам нужно считать хитрой злоумной подделкой врага под церковность не дух святой руководил деяниями беззаконного сборища названного собором русской православной церкви 1945 года мы там встречаемся лишь с таким явлением как хитро замаскированная ложь и обман и отступление от истины ради враждебных для церкви целей а где ложь и отступление от истины там уже действует отец лжи дьявол иоанна 844 1 иоанна 3.8 нужно порадоваться что многие уже теперь разбираются в этом в этой подделке игрушки врага не пристили многих с великой скорби мне рассказывали русские люди как происходила интернизация то есть поставление на престол избранного собором 1945 года патриарх Алексия такой помпезности такой роскоши и великолепия какие были при этой интернизации в кавычках никто никогда не видел яркий свет множество электрических ламп громадные драгоценные ковры среди которых везде великолепные букеты живых цветов блеска золота митр и бриллиантов на крестах кинооператоры снимающие эти картины для пропаганды и оглупления наивных званные обеды у новоизбранного патриарха и у председателя совета по делам русско-православной церкви при Сталонаркоме тире Карпова сколь нужно все это распинаемого в нашей стране Христу и православному народу какую цель придали учредители такой интернизации в кавычках этому блеску треску пышности и богатству не должно ли это все затмить затуманить закрасить заветы Христа истинную церковную жизнь вот чего мы достигли своей дипломатии под обострастием и предательством говорит нам улыбающиеся и торжествующие лица соборных в кавычках митрополитов архиереев и протопресвятеров к чему страдания и изнурения когда всего можно достичь нашими методами кавычки закрыты следовательно если собор признать до 45 года собором каноническим то можно будет сказать что для церкви Христовой не нужны мучительные страдания за правду не нужны те сонмы мучеников исповедников которых ныне в тюрьмах и лагерях мы видим напрасные их раны кровь их мучительная смерть более правы те люди которые отличаются присмыкательством перед гонящими церковь безбожниками и продавшие свою совесть и религиозную свободу новым Каинам и Пилатам вот каким выводом мы должны прийти если признаем собор 1945 года избранного на нем патриарха с церковным достоянием но не Божьей милостью не содействующей благодати Святого Духа был собран собор 1945 года и избран на нем патриарх собор и патриарх в кавычки все иные силы иное могущество во всем противоположное церкви совершали сей собор и патриарх в спокойствии за судьбы церкви христовой здесь возможно упомянуть слова святого Григория двоислового велика сила царя он может обезьяну величать львом но не в его власти превратить ее во льва в следующем письме я постараюсь выяснить тебе пути русской церковной правды в наше время а теперь кончаю призываю на тебя благословение Божье покров царицы небесной и заступничество всех святых земли русской Иеремия 36 19 тогда сказали князья Варуху пойди скройся ты Иеремия чтобы никто не знал где вы подойди пойди отсюда и обратись на восток и скройся у потока Харафа что против Иордана Лука 13 31 там 3 царь 17 3 в тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему выйди удались отсюда ибо Ирод хочет убить тебя это тоже находят такие места писания которые прямо говорят о сходстве событий в тот день пришли некоторые фарисеев и говорили ему выйди отсюда удались отсюда ибо Ирод хочет убить тебя притча 28 12 когда торжествуют праведники великое слава но когда возвышаются нечестивые люди укрываются примерами наш путь не обделен куда ни шаг прослеживают шедших прослеживают шедших из отрицательных не все к себе возьмем от них кораблекрушений только щепки лик грешных и святых был искривлен своих канонизаторов в любой эпохе кучно во франции героем был наполеон их нужно оптом выловить но не поштучно но стоит только библию открыть молясь святые строки углубиться увидишь тех кому бог срезал прыть плод не найдя где только шум от листьев нам запомнилось не все да и зачем нам проповедующих помнить повелена где слово божие пробилось как ручей и глубина реки потом не по колено а много ли таких до смерти сохранивших накал любви к иисусовым речениям кто прочно занимает глашатая нищу вплоть до заката и звезды вечерней взирая на кончину здешней жизни их гляди на память по памяти не лишь блеснуть познанием дабы из подражания подобный же возник как правило такие сходные и казнятся по всем параметрам не так найдется слишком а значит место где подобных все же есть их в жития с добавкой припишут как правило в руках восьмиконечный крест и через дефис вспышка проповедник уменьшится значимость того что перед знаком распространенный дар стал до смешного редким кто виноградник так сумел протяпать знать надо на все слово с толкованием святых отцов кто не молчал по кельям потоком библии иных приводят ланей пророческим глаголом они не мягко стелют 25 октября 2008 года еще вопросик вопрос 4043 30 том открытым оком кто из клира даст себя по рукою за кого-либо да будет извержен 4 вселенский собор 3 и 30 правило у нас есть для крещаемых поручителей не является ли это нарушением указанных правил ответ в соборных постановлениях речь идет о должниках которых нужно было вырвать у взаимодавца поручившийся делался в случае нарушения договора должником и рабом пока не рассчитается если священнослужитель не мог тогда уже исполнять свои обязанности значит подобные случаи выходят были вот и появилось правило запрещающее делаться поручителем за неверных а у нас фактически кроме нравственного ни к чему не обязывает поручительство уже сколько такого было что вздумав уйти из общины человек запросто уходил оставив и духовных наставников и спреемников своих и своих детей это ему никак не обошлось кроме как на суде божьем апостольское правило двадцатая кто из клиры даст себя порукой за кого-либо да будет извержен четвертый вселенский собор третье правило дошло до святого собора что некоторые из принадлежащих клиру ради гнусного прибытка берут на откуп чужие имения и устрояют мирские дела божьим служения не брегут а по домам мирских людей скитаются и поручения по имениям приемлют из серебролюбия посему определил святой великий собор чтобы впредь никто ни епископ ни клирик ни монашествующий не брал на откуп имений и в распоряжение мирскими делами не вступал разве только по законам призван будет к неизбежному попечительству над малолетними или епископом града поручит кому иметь попечение о церковных делах или о сиротах и вдовах беспомощных и о лицах которым особенно нужно оказать церковную помощь ради страха Божия если же кто впредь дерзнет приступить все определения таковы да будет подвергнут церковным наказанию правило тридцатое почему пребывая в своем сане и да представят поручители если возможно им сие или клятвенно обещанием да отвратят сомнения относительно поручительства мирянам вообще нет запрета и даже напротив того поощряется иногда серахов тридцать семнадцать по девятнадцатой стихи добрый человек поручится за ближнего потерявший стыд оставит его не забывай благодеяние поручителя ибо он дал душу свою за тебя грешник расстроит состояние поручителя и неблагодарный в душе оставит своего избавителя евреям семь двадцать два лучшего завета поручителем соделался Иисус сижу и слушаю как муж корит жену за пересол за квас немытую посуду семья их поля что они пожнут когда тишины лишь черепки повсюду она действительно с утра не добрала до той шкалы какую муж разметил шла по любви она не за козла ухаживал три года и попала в сети при ней детсад от собственных ложествен она кухаркой стала сонной прачкой такой видать к ней приторочен крест вообразить не мыслит муж иначе что нового с тех пор приобрела как распрощалась девцам и свободой колчан наполнила всего одна стрела благодарит творца что хоть на это годно участь смирению безропотно сносить допущенные свыше все болячки на мужа не ропщи довольна будь что сыт и он в тебе желанное обрящет а муж ему из пропотевшей шкуры не вылезать неделями до бани не хмурым слыть а напирать на юмор просвет в молитве радостный настанет муж голова и с шапкой набекрень и виду не подать пробойны латая хотя бы течь и несу светный крен соленость слез в пробойных глотает но был испытан богом иеговой других сумеешь дать благой совет для победителя венцы уже готовы узришь христа хотя бы от слез ослеп возможен мир и втреснувшись в семье когда жена как церковь чтит иисуса а муж глава на меньшее не сметь любить друг друга по углам не дуться 11 сентября 2008 года ну на этом все сегодня благословен господь можно даже показать как у нас делали братья всегда показывали изображение писания слово боже живо и действенно и на этом все спасибо